всем привет сегодня у нас в ремонте сразу два шуруповерта makito ddf 453 это оба гарантии точнее они принесены по гарантии но вряд ли это будет гарантия сломан редуктор точнее сломана муфта редуктора сломать ее можно только путем неправильного переключения вот этого рычага самопроизвольно сломаться она не может это нужно все сфотографировать разобрать редуктор и отправить в makito второй шуруповерт не включается никак вообще и у него там что-то внутри болтается давайте начнем с этого более интересным ну здесь рассыпалась крыльчатка на двигателе но при этом нам надо проверить состояние редуктора тут и щетки еще просто в ноль изношены ну вот она и крыльчатка лежит давайте его отложим разберем второй поставим сюда вот этот редуктор собрали проверяем второй редуктор второй редуктор тоже сломан в одного шуруповерта редуктор и двигатель в другого просто редуктор этими шуруповертами делают ковидный госпиталь быстровозводимый в Белгородской области о том что люди не умеют работать инструментом о каком качестве работ можно говорить на объекте а теперь смотрите лайфхак в интернетах на алиэкспрессе вы можете приобрести вот эту штуку от компании АИЗ там много кто делает но они все идут на модели 6271, 6281 и BDF343 или DF343D вот и этот редуктор который продается в интернете то есть вот эта часть она идет от редуктора вот этого 125 482 6 а здесь у нас в этой модели стоит редуктор 125 483-4 по-моему вот эти редукторы они отличаются чем они отличаются смотрите задняя часть она примерно одинаковая а вот передняя часть я разобрал вот это 483 а это 482 видите здесь 4 шестерни а здесь уже 5 шестерен но вот эта задняя часть она абсолютно одинаковая ну есть вот разница здесь какие-то пазики непонятные здесь их нету так по сути это одно и то же то есть мы сейчас я попробую поставить собрать и проверим будет ли работать ну и если будет работать можно смело заказывать кто хочет сэкономить и покупать новый редуктор а вот эту же то есть она на Алике есть там и 290 рублей 220 где 500 там разные цены я ссылки даже оставлю на некоторые в описании вот я редуктор собрал надеваем шуруповерт и проверяем ну и вот собранный шуруповерт проверяем все работает а теперь давайте подытожим короче что мы имеем в разных магазинах цена на вот эту запчасть тюлю разная там от 290 и выше ну это плюс доставку учтите то есть выйдет она в районе тысячи рублей в среднем может 700 там 700 тысячи кому-то может рядом есть магазин тот даст экономить но редуктор у меня по наличию есть новый редуктор на этот шуруповерт и стоит он тысячу пять по моему рублей что-то такое ну короче в районе тысячи рублей и стоит ли экономить 300 рублей ориентировочные при этом мы когда меняем новый редуктор у нас все шестерни новые подшипник вот эти внутри они новые то есть у вас новая запчасть полностью новый редуктор новая смазка а здесь вы меняете только одну пластмаску и оставляете старый запчасть хотя в принципе я ни разу не видел чтобы шестерни там как-то изнашивались в этих шуруповертах обычно редуктор весь ходит полный весь срок службы свой и как бы проблем не возникают возникает только если очень долго ходит да вот подшипники изнашиваются и люфт начинается небольшой ну и короче итог такой что смысла особо большого нет это вот прям для совсем жопочников которые там последний без соли доедают там за копейку удавятся вот для тех да я думаю 100 рублей 200 это блять охренеть какая выгода я лично никакой выгоды здесь не вижу во первых чтобы это поменять нужно время потерять разобрать то редуктор раз-два перекинул 2 секунды сделал так что напишите вы в комментариях что вы считаете по этому поводу да если кто будет писать там а зачем макита делает их пластмассовыми ну это скорее всего сделано для того чтобы если у вас закусит при сверлении патрон у вас руки не вырвало стерлась эта часть для безопасности ее нельзя делать металлически могут быть как бы последствия но на этом на сегодня все подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока короче я сейчас дома пересмотрел еще этот ролик ну точнее монтирую его и чуть-чуть поменялось мнение но и вот смотрите что я понял эту штуку выгодно купить тому кто будет делать ремонт этого шуруповерта самостоятельно сервису не всегда выгодно производить такой ремонт то есть например мне выгоднее конечно продать редуктор новый чем эту запчасти хотя и на запчасти я чуть-чуть заработаю и на редукторе я заработаю цены которые я показал в этом ролике это новые цены макита макита недавно очень сильно понизила цены на запчасти но такие цены на сегодняшний день вы вряд ли наверное увидите в каком-либо магазине потому что почти все магазины закупились за свои деньги по старым ценам и пока они не распродадут свои запасы цены наверное никто не понизит они понизятся на 1 февраля с марта вот так ориентировочно так вот даже по новым ценам получается уже что редуктор сам стоит 1100 рублей а эта запчасть как вы видели 500 рублей у меня конечно есть возможность дешевле ее заказать там ну это это же доставку еще надо учесть ну в среднем она 500 и выйдет и поэтому менять эту запчасть выгодно только в одном случае в сервисе ну точнее сервису выгодно только если например шуруповерты сгорел выключатель и редуктор и когда мы считаем и выключатель и редуктор и работу там больше трех тысяч работа получается но общая сумма и многие не хотят такой ремонт как бы там новый шуруповерт не проще купить и поэтому можно вот на 500 рублей цену снизить даже на 600 и тогда клиент возможно согласиться и поменять и редуктор и выключить ну точнее редуктор починить а выключатель поменять либо двигатель и редуктор когда две запчасти тогда это будет выгодно просто так ставить этого в сервисах никто не будет делать только если вы будете делать сами на этом сегодня все спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока